На этой неделе мы начали кампанию, первый раунд по вакцинации против полиомиелита. Интересная кампания получается. Первый мой заместитель Игорь Берегенец, он вакцинировал своего сына, двухлетнего, перед камерами, чтобы показать всем, что это надо, это хорошо, это правильно, то, что вакцина, она качественная, что мы должны вакцинировать всех детей, чтобы не иметь потом проблем с покрытием, да, и с иммунитетом. Так что мы всех просим, чтобы они приходили, привозили своих детей, вакцинировали. Здесь на Буковине ситуация намного лучше, не сравнительно лучше, чем в других областях. Уже 18% от той цифры, которую мы должны достичь вакцинированной, это очень высокий показатель. И видно, что здесь на Буковине люди думают по-европейски, современно и прогрессивно. И это очень радует, потому что уже во всем мире нигде не обсуждается вакцинация абсолютно. Это уже такое данное, которое просто надо делать и все. И я очень рад, что вот здесь показатель очень высокий. Я надеюсь, что так и будет. Еще раз я хочу подчеркнуть, что из-за того, что были обнаружены два случая заражения в Украине, мы должны были провести это наше обязательство перед, не только перед иностранными международными организациями, нашими иностранными партнерами, но и перед нашим населением и обществом провести правильную иммунизацию. Слава Богу, что у нас были вакцины, в том количестве, которое нам было нужно, и очень высокого качества. Я еще раз хочу подчеркнуть, что они французского происхождения. Сануфи, производитель, на всех флаконах есть показатель, датчик, скажем так, качества. Если там, я сегодня показывал на камере, как он работает, если там меняется свет, то значит, что это что-то не то. И, естественно, там врач или сестра, она будет выбрасывать этот флакончик сразу. Так что там вопросов о качестве никаких нет. И еще раз, с поддержкой компании, я очень прошу вас всех, средства массовой информации, и спасибо вам за правильное освещение этой ситуации нашей и помощи нам, чтобы донести до людей, что надо детей вакцинировать для нашего будущего и для будущего нашей страны и безопасности нашей страны. Только лекарь має право дати допуск до вакцинації дитини. И после огляда лекаря, если нет противопоказей до вакцинації, такая дитинка будет подчеркать и ущепленню, и будет провакцинована. Все необходимые информации есть и в кабинетах щеплення, и у лекарей-педиатров, в леково-профилактических закладах. То есть, она есть открыта, доступна. С ней можно и ознайомиться, и у лекарей, и безусловно в певном леково-профилактическом закладе. И одразу же можно будет сориентовать, если возникают какие-то ускладнения, или нет.